ДИДЖИТАЛ ЛАБ Межрегионального методического центра финансовой грамотности Алтайского института развития образования имени Топорова. Здравствуйте, Наталья, здравствуйте, Татьяна. Но начнем мы все-таки не с ДИДЖИТАЛ ЛАБ. Я знаю, что у вас, Наталья, в вашем лицее недавно появилась какая-то фантастическая библиотека с огромным количеством книг. Причем эти книги все по финансовой грамотности. Так ли это? И я знаю, что это тоже проект, который закончили реализовывать. Это вы проект, да, Татьяна, организовывали? Этот проект реализован в рамках 10 инициатив губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко в сфере развития образования. Это грантовый конкурс, на который выделено в этом году 5,5 миллионов. Он проходил в несколько этапов. Сначала на первом этапе более 30 школ подали заявки. Затем школьники выдвигали идеи, разрабатывали различные проекты по улучшению школьной инфраструктуры. Это и обустройство комфортных сон-отдыха, и обустройство спортивных площадок, стадионов, спортзалов, библиотек и так далее. Затем в каждой школе проходила презентация этих проектов и школьное голосование. И затем лучший школьный проект был направлен на конкурс грантов губернатора Алтайского края. И оказалось, что лучший школьный проект – это Новоалтайский лицей? Новоалтайский лицей стал одним из победителей. Всего победителей у нас таких 17 школ. И вот буквально в августе все школы уже завершают реализацию этих проектов. Проекты действительно удивительные, уникальные. А самое главное, что они, знаете, вот носят такой очень развивающий потенциал для нашего молодого поколения. Потому что, во-первых, у ребят есть возможность реализовать собственные идеи. Во-вторых, они теперь, представьте, в новый учебный год войдут в обновленную школу и могут с гордостью сказать, вот это сделал я. Вот ребята, я вижу, на экране читают книги. Что это за книги? По финансовой грамотности или какие-то другие? Наталья, что это? Книги разные. То есть книги есть и программные произведения, и художественная литература, и в том числе это учебники по финансовой грамотности, которые у нас есть и поступили в рамках того проекта, который мы реализуем. Это повышение финансовой грамотности детей, школы. У вас библиотека была же какая-то, да? Она была просто небольшая. Сейчас фонд библиотеки какой стал? Фонд библиотеки у нас большой, но мы вот этим образовательным пространством, у нас это называется образовательное пространство, новое библиотечное апгрейд, обновление такое, произошло его за счет правильного зонирования вот этой библиотеки, размещение зон, в том числе и отдыха для детей, также и тех зон, где можно, допустим, собраться всем вместе, да? Мы закупили технику в рамках этого гранта, новую мебель. Ну и, естественно, все ребята, взрослые, родители принимали участие, в том числе и педагоги, в создании вот этого центра. Есть ли у нас книги, да? В этой библиотеке в новой в основном посвящены финансовой грамотности. Я знаю, что у вас, Татьяна, в вашем институте тоже целое направление посвящено финансовой грамотности. Сейчас ребята интересуются этим? Или этого нам не хватает в крае именно финансовой грамотности у школьников? У нас в институте есть межрегиональный центр по финансовой грамотности, есть лаборатория экономической педагогики. И мы занимаемся вопросами повышения квалификации педагогов в этой области и созданием различных методических ресурсов по финансовой грамотности, и организации мероприятий по финансовой грамотности. Вообще эта задача сегодня стоит на всероссийском уровне, потому что у нас в стране принята стратегия до 2023 года повышения финансовой грамотности населения в Российской Федерации. В Алтайском крае есть государственная программа повышения финансовой грамотности населения. И вот в рамках вот таких больших глобальных задач в наш регион за счет федеральных средств поступили бесплатно учебно-методические комплекты по финансовой грамотности в школы. Комплекты уникальны, там есть пособия и для родителей, пособия для учителя, рабочие тетради, учебники, пособия очень яркие, интересные. И в нашем регионе в основном этот курс реализуется во внеурочной деятельности, это курс по выбору, и каждый учитель стремится преподавать финансовую грамотность, интересно, чтобы детям было интересно. У вас, Наталья, как этот процесс организован в вашем лицее? У нас несколько подходов к этому. Один из подходов, вот я, например, как учитель общества знания в этом году, в 11 классе, я интегрировала этот курс в раздел общества знания, в раздел экономики. Вы знаете, потому что очень интересные на самом деле пособия. Там есть такие рабочие тетради, очень интересные задания в этих рабочих тетрадях, они действительно носят такой практико-ориентированный характер. Например, вот... Например, одно из заданий, вот проектное такое было для детей, это рассчитать, то есть была задача, дала кейс, то есть мне нужно взять кредит на 100 тысяч рублей. Дети должны были проанализировать, ну, это вот такое задание есть по финансовой грамотности. Ну, такое из обычной жизни. Да, проанализировать те продукты, которые предлагают банки. Вот банки, допустим, в нашем городе, какие есть? То есть у них был кейс, то есть клиент Сбербанка, вот где мне выгодно взять, например, кредит? И под какие проценты, под какие условия? То есть задача была поставлена не менее пяти предложений коммерческих, вот именно по поводу взятия кредита. Вот ребята, допустим, в 11 классе, они рассчитали полностью, в каком банке, и сделали вывод, где, допустим, мне удобнее взять кредит. Ну, это очень... Родители могут своим помочь, если что, да? Да, мы также участвуем в большом количестве мероприятий, которые проводит вот наше Аэрон. В том числе, например, чемпионаты по финансовой грамотности. Они проходят как на муниципальном уровне, так и на региональном уровне. Вы знаете, это тоже, это командное состязание, когда дети, то есть там два вида состязаний, когда дети решают задачи экономические, финансовые и так далее, и предлагают их для решения, ну, свои решения, вернее, предлагают членам жюри. И есть финансовые бои, когда ребенок должен доказать какую-то свою позицию с обоснованием и так далее своему оппоненту. Ну, давайте все-таки к новому проекту, да, Digital Lab. Почему такое название? Почему английское? Неужели нельзя было назвать как-то, ну, попроще, может быть? Кто придумал? Ну, придумали мы. На самом деле мы подавали заявку на федеральный грант Министерства просвещения Российской Федерации. Это уже другой грант? Это уже другой грант. Мы завершили молодежный бюджет. Сегодня вот мы представили свои результаты и дали старт следующему проекту, который называется у нас построение вот этой лаборатории цифровой и технологической коллаборации Digital Lab. Ну, тоже как-то все красиво. У вас это несколько кабинетов занимает? Да, это несколько кабинетов. У нас будет три основных направления. Это нейросети и искусственный интеллект – это первое направление. Второе направление – это робототехника, сенсорика и 3D-моделирование. И третье направление – это виртуальные и дополненные реальности. То есть… Это какой-то кванториум в отдельно взятом лицее. Вы знаете, да, направление похоже на самом деле, потому что это направление государственной программы, кадры цифровой экономики в рамках этой именно программы, и реализуется этот грант. Грант этот составляет 6 миллионов, плюс софинансирование, которое осуществляется с муниципального бюджета и с наших собственных небюджетных средств. Вот этот центр, вот это название, это же не вы придумали, да? Это кто, кому идея пришла? Вот вы говорили о предыдущем, да, там у вас молодой человек, десятиклассник. Здесь тоже ребята участвовали? Здесь у нас ребята участвовали в меньшей степени. Почему? Потому что это все-таки грант был подготовлен взрослыми. Здесь мы смотрели современные тенденции развития цифровых навыков вообще, то есть что на сегодняшний день является, ну так скажем, такими ключевыми направлениями в развитии вот именно цифровых навыков, в том числе учащихся детей. Поэтому у нас очень много молодых педагогов, которые сказали, у нас был конкурс внутри нашей команды проектной на название. То есть подбирали, чтобы действительно отражало, ну так скажем, суть вот этого проекта. У вас, я так поняла, несколько лабораторий. Ребята уже каким-то образом туда приходят, занимаются? Или это с Нового года начнется? Нет, ребята уже, у нас уже есть опыт на сегодняшний день во всех этих трех направлениях основных робототехников. У нас уже давно развивается. То есть мы дальше, то есть такой толчок развития дальше. 3D-моделирование тоже у нас уже был опыт, но на сегодняшний момент мы на более такой, ну, высоком, более так, в развитии в своем, так скажем, движемся вперед. Ну, нейросети и искусственный интеллект на сегодняшний день очень интересная тема, которую мы тоже стараемся развивать. Но опыт уже определенный у нас есть в этом направлении. Я так понимаю, у ребят интерес огромный. Педагоги у вас обладают всеми навыками и знаниями, чтобы вот доносить это все? Педагоги, с одной стороны, обладают, но с другой стороны, постоянно учатся. Вот часть средств этого гранта будет направлена на обучение, повышение квалификации именно наших учителей в ведущих центрах России. Да, это Сириус, это Иннополис и так далее. У нас именно средства заложены на повышение квалификации именно вот в рамках этих направлений. А ребята-то какие свои идеи предлагают уже сейчас? Ребята идеи предлагают. Вот сегодня как раз они показывали свои идеи. То есть, допустим, у нас есть медицинские классы, у нас хим-бионаправление активно развивается. Мы сотрудничаем с Алтайским государством, медицинским университетом. И вот сегодня мальчик один представлял, каким образом он будет разрабатывать электронный учебник с использованием очков. А вот мужчина вот в этих очках, да? Да, это глава города наш Сергей Николаевич Еремеев. Он сегодня попробовал и совершил такое путешествие по организму человека, по дыхательной системе. А, то есть вот в этих очках ты погружаешься и смотришь? В среду в 3D, которая, в общем-то, позволяет лучше познакомиться с сухим, так скажем, теоретическим материалом. И это сейчас ребята и младших классов, и старших могут, да? Специальные какие-то уроки будут вот в этих лабораториях или как это? Каждый педагог, вот наши проектные команды разработал свою программу, которая будет реализовываться через, в том числе, предметное содержание и курсах внеурочной деятельности, которые у нас лицеи организованы и активно внедряются. Я поняла. То есть на какие средства мы тоже поняли этот грант? Это федеральные средства. Это федеральные средства, в большей средстве. А на средства этого же гранта или вот предыдущий, который молодежный бюджет, знаю, что у вас еще какая-то супергениальная спортивная площадка появилась в лицее. И там не просто на ней в футбол или баскетбол ребята играют, но и какой-то особенной гимнастикой занимаются. Что это? Для чего это? Кто расскажет? Ну, это площадка... Вот мы сейчас как раз видим. Да. А вот это что? Вот это вот руки, ноги, это как? Это просто украшение? Нет. Значит, площадка у нас появилась в 2010 году еще. Мы выиграли грант, также, вернее, конкурс «Новая школа Алтая». И вот на 500 тысяч мы сделали вот такую площадку с резинок-каучуковым покрытием. Сейчас они есть везде, но раньше это была, ну, так скажем, особенность. У нас небольшой спортивный зал, в котором не всегда есть возможность разместить класс в 30 человек и так далее. А вот то, чем ребята занимаются, это нейрогимнастика, которая... Вот это, да? Или нет? Да, да. Это учитель физкультуры у нас. Она погрузилась в этот вопрос, она изучила досконально все особенности такой гимнастики. А что это такое? Вот для чего она? Мы приобрели оборудование. Это, знаете, когда соотносятся вот мальчики с мячиками, видите, вот этими. То есть там ритм, который задается вот этим мячиком, ребенок должен сам, во-первых, ну, так скажем, поймать этот ритм. И если это групповая, то есть сначала они по одному это делают, потом по два, по три и так далее. И это очень сложно, то есть, ну, совмещать, так скажем, движения с ритмом, со звуком и так далее. То есть это у нас даже, кстати, учителя начальной школы сейчас занимаются вот этой гимнастикой и говорят о том, что есть определенные результаты в учебной деятельности. А, то есть это активизируется как-то мозговая деятельность? Да, это мозговая деятельность. Вот занимался этой гимнастикой? Межполушарная асимметрия, если вы знаете. То есть, в общем-то, ребенок учится в пространстве, то есть, ну, лучше перемещаться. Это как-то на переменах происходит или что? Вот знаете, вот данная гимнастика, она в основном, она включена в раздел физическая культура. То есть у нас на уроках физической культуры они определенное время занимают именно вот этой гимнастикой. Вот эти, кстати, ну, доски вот эти балансировочные, да, вот их сделал наш же ученик своей, вот этот мальчик, кстати, который стал… По финансовой грамотности. Да, по финансовой грамотности. У него дома есть такой мини-столярный цех. В общем, талант во всех смыслах. Да, и он вот эти вот все нам балансировочные доски выпилил. А вы сами пробовали, Наталья? Мы сами. Или Татьяна сегодня? Нет, я точно не смогу. Знаете, на балансировочных досках мы не пробовали, а вот с такими мячиками мы, учителя в том числе, мы работаем. То есть это достаточно сложно для того, чтобы… То есть это не просто все. Разные движения выполнить, но интересно. Это очень так вот на своих методических мероприятиях мы это используем. Получается, что сейчас в вашей школе есть все, что вы хотели, или у вас еще какие-то грандиозные идеи? У нас не все есть. Или вы теперь должны совместно с институтом работать, чтобы еще выиграть грандиозные идеи? Мы совместно с институтом и работаем. Кстати, вот учитель физической культуры работает совместно с кафедрой по здоровью и сбережению. Именно они как бы вот этот проект нам преподнесли. У нас сейчас в проекте это «Самбо в школу», да, то есть, знаете, наверное, давал в Тайском крае вот этот федеральный проект. Нам поступил, и не только нам, нескольким школам Новоалтайска и Края, поступил, ну, уже оборудование для ковра борцовского. Вот мы еще не сделали. У нас основная проблема – это место. У нас его мало. Мы каждый свой уголок каким-то образом пытаемся вот создать такую образовательную среду, где ребенок смог бы, во-первых, развиваться. Это вот сейчас мы обращаемся к тем, кто может помочь расширить место, да, чтобы… Да, потому что у нас сейчас есть уже сделан проект по строительству мастерских учебных вот именно для вот этих лабораторий. Он прошел уже госэкспертизу, и мы его подали уже в краевую адресную институтную программу. Ну, не знаю, как получится или нет. Ну, мне даже захотелось ездить на Новоалтайский лицей. Татьяна, а вот можно ли в других школах или у нас действительно уже внедряется что-то подобное в других школах? И насколько это сложно вот выиграть, получить грант? Ну, вот я могу сказать так, что Наталья Геннадьевна, наверное, представляет команду педагогов творческих, в том числе творческий активный руководитель. Сегодня, конечно, возможностей много. Есть много конкурсов, грантов и региональные, и федеральные. И во многом это зависит от педагогического коллектива. Вот я сейчас внимательно Наталью Геннадьевну слушала, и мне вот аж до мурашек. То есть школа просто непрерывно включается в различные проекты, и благодаря этой команде удается не только получать финансовые средства дополнительные, но существенно улучшать школьную инфраструктуру и создавать комфортные условия для детей. Поэтому возможности сегодня есть, наверное, у всех. Все зависит от желания, активности коллектива, администрации, родителей, социумов, в которой находится школа. Потому что проекты, которые лицеи реализуют, восьмое очевидно, это результат взаимодействия всех участников образовательных отношений. И администрации, и педагогов, и родителей, и детей, и бизнес-сообщества, и местной администрации, и институт развития образования как партнера. То есть мы открыты всегда. Мы всем оказываем методическую, консультационную поддержку по разным вопросам. Поэтому возможности есть. А лицей номер восемь – это пример, который показывает, что возможностями нужно грамотно пользоваться, чтобы интенсивно развиваться. Потому что я вот слушаю, смотрю, сегодня здорово. И спасибо вам, Татьяна, Наталья, вам, реализации всех ваших планов, которые вы себе задумали. Учитывая, что вы такая активная, я думаю, что у вас все получится. Спасибо большое, что вы к нам пришли. А и напомню, что сегодня у нас в гостях были Наталья Ерохина, директор лицея номер восемь города Новоалтайска, и Татьяна Райских, руководитель Барнаульского межрегионального методического центра финансовой грамотности имени Топорова.